О готовности школ к новому учебному году жители региона сегодня могли узнать благодаря прямой телефонной линии. Она была организована в приемной президента России в Кировской области. В течение двух часов специалисты разных ведомств отвечали на вопросы граждан. Что волновало жителей региона и какие ответы они получили, расскажет Андрей Дозорцев. Они в директе. Идеинальная приемная президента, слушаю вас. Телефон звонит не умолкая. Эти два часа прямой линии в приемной президента непрерывная череда вопросов и ответов. У телефона специалисты сразу нескольких структур. От департаментов образования до надзорных органов. Звонят граждане из разных населенных пунктов региона. В основном родители. Например, из Кирово-Чепецка спрашивают о питании учащихся. Можно ли узнать, проверяет ли кто-то качество продуктов и соблюдение санитарных норм в школьных пищеблоках? Контроль за организацией питания школьников осуществляет наша служба. То есть это управление Роспотребнадзора по Кировской области. Если у родителей, у детей возникают проблемы с качеством питания, то есть их не устраивает или помещение для приема пищи, или блюда, которые готовятся, или персонал. Мы выходим непланово, проверяем и принимаем. Смотрим, подтверждается жалоба, не подтверждается. И принимаем адекватную меру в соответствии с выявленными нарушениями. Жители области волнуют самые разные вопросы. К примеру, спрашивают о школьной форме учеников. В Кировской области в каждом общеобразовательном учреждении должны быть разработаны свои требования к одежде школьников. Причем утвердить их необходимо с учетом мнения родителей. Не обязательно, что форма будет требовать больших затрат. Главное, чтобы она была единой, удобной и деловой. Не менее актуальный вопрос по обеспечению школьников бесплатными учебниками. Вопросы кадров в школах – еще одна тема прямой линии. В образовательных учреждениях региона не хватает педагогов. Причем средний возраст ныне работающих учителей постоянно повышается. В области пытаются решить эту проблему за счет программ привлечения молодых специалистов на село. В настоящее время работает проект предоставления служебного жилья. То есть молодым учителям может быть предоставлено служебное жилье при определенных условиях. Определяется какое-то время, которое он должен проработать в школе. Также с целью привлечения молодым специалистам, которые приехали в сельскую местность, предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Каждый вопрос на прямой линии в приемной президента не оставили без внимания. Подводя итоги подготовки школ к учебному году, озвучили некоторые цифры. Всего в области сегодня около 600 общеобразовательных учреждений. В них обучаются около 120 тысяч учеников. Открытием двери в сентябре готовы все школы региона. Андрей Дозорцев, Максим Козлов, Вести, Кировская область.